То есть мне надо просто знать, на какие кнопочки за что отвечают, как там сделать так, чтобы я мог самостоятельно там производить какие-то настройки. Ставить там какие-то... Ну, если по фотогалерее, значит, как туда ставить фотографии, какого размера фотографии нужны. Если со шрифтами, то где эти настройки находятся. Я вот просто не совсем знаю, может быть, скажу сейчас глупость какой-то. Я так понимаю, там же секциями все вот, блоки все вот эти вот, как и в этом, ну, в Шоткорте, как в этом, в SPL-бирдинг, там, в Builder. Вот точно такая же вот структура. То есть секциями там, блоками. Ну, сейчас я вам покажу. Сейчас вам покажу. Где там, какие настройки, как производить, там, как фон поменять, там, если надо, сколько вот секций, эти там, количество их им или уменьшить, или увеличить, там, или еще что-то так вот. Ну, то есть чисто вот прям вот для самого-самого такого низкого уровня, для самого новичка, то есть для человека, который, ну, первый раз, как бы, вот смотрит. Если вам такой вот формат подойдет. Да-да-да-да. Ну, вот смотрите, первое, вот смотрите, сейчас главную смотрите, да, вот первое, что бы вы хотели, например, попробовать, например, цвет фона сменить, да? Блока одного какого-то. Ну, давайте, да, с фоном начнем. Ну, вот, например, у нас... Вообще, вот просто, подождите, да, может быть, лучше вот как вообще вот, вот эти вот, не то, что цвет фона, а вот там же этот блок, он состоит из секций, там, насколько... Ну, если я не ошибаюсь, по аналогии, там, с этими... Вот как вот отсюда, вы можете отсюда вот начать, то есть вот взять эту секцию эту и посмотреть вот, как вот... Ну, давайте, я сейчас вам покажу, прям... Сделать три этих секции и потом уже там фон на них менять, как текст туда ставить, как... Ну, давайте, давайте, смотрите, вот в админку вы вошли уже, да, вот в админке сайт сейчас в Joomla. Вот, смотрите, давайте тогда посмотрим, вообще, как попасть, да, вот на странице. Например, нам надо посмотреть главную, вот главная страница, вот она вот сейчас есть. Видно вам сейчас вот главную, да? Да, видно, все. Вот я проматываю сейчас. Вот, в админке, знаешь, смотрите, вы сначала, в первую очередь, вы заходите в компоненты, так, вот здесь. Здесь у вас будет три пункта, которые для вас будут, в первую очередь, важны. То есть вот первая вот эта галерея, это которая галерея, которая у вас на внутренней странице. Мы вот с вами делали. Вот этот основной, вот он, Gridbox называется. Это основной, это весь конструктор ваш, весь, полностью, все страницы, весь конструктор, вот он здесь у вас. То есть все настройки надо сюда перейти, и вот в Gridbox, чтобы увидеть все настройки. Дальше, вот этот вот RS Firewall, это вот защиту я вам вчера поставил, вам, в принципе, сюда даже не надо залазить, она там уже настроена. И вот внизу в самом формы, это вот эта вот форма заявок, сбор заявок. То есть если надо дополнительные формы настроить или отредактировать уже существующие, то вам сюда. То есть надо заходить там и настраивать. Но сначала Gridbox. Вот сюда я захожу. Тут все будет просто, там на русском языке. Вот они все перед вами, вы видите. Вы сейчас зашли в Gridbox, правильно, я понял, да? Да, я сейчас зашел в Gridbox, и вот они все страницы. Вот видите, ну сейчас может мелко вам, вот главная политика. Ну это политика конфиденциальности, я сократил, а она у вас на сайте, там, тайтл по-другому будет. Вот смотрите, мы когда, кстати, с вами делали, я может просто не увидел в ТЗ, если что, вот как прописать каждой странице SEO, то есть тайтл и дескрипшн. У вас к некоторым страницам нету дескрипшна. То есть вы писали только тайтл, как я это увидел, может я не заметил. Вот я вам покажу, например, смотрите, галерея. То есть надо правой кнопкой мыши кликнуть по пункту, который вы хотите редактировать. Вот, например, галерея, видите, я мышь навел, видите? Правой кнопкой, видите, контекстное меню появляется. Настройки нам надо. Зашли настройки, здесь три вкладки. Сразу переходим вот в SEO, переходим мышкой. Вот видите, у вас тайтл есть, я прописал, который вы давали. А вот дескрипшн, поле пустое, здесь надо вам будет заполнить, просто текст закинуть, а потом... А потом поставить вот тут галочку нажать, вот здесь, это сохранится, значит, вот эту галочку. Хорошо. Вот, это по SEO. Ну, то есть на главной, на главной-то есть у вас, вот видите здесь? Угу. Для главной есть, а для других дескрипшн не прописан, это я вам говорю. Но тут для некоторых страниц он не обязательно, например, страница спасибо, там не обязательно. Ну, тут даже нет, видите, SEO для спасибо страницы, оно там даже не нужно. Эта страница, она такая заглушка, да, только для клиентов, по идее, чтобы она появлялась. Ну, в общем, давайте, смотрите, чтобы зайти в редактирование страницы, именно вот эти секции все посмотреть и так далее, да. Левая кнопка мыши я просто кликаю, и в новой вкладке браузера у меня будет открываться, надо подождать загрузку. То есть вроде выглядит как уже сайт, как фронтальная часть, но на самом деле это все тут редактируется. Вам понятно в тот момент? Да, 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 я понимаю. Видно все? Вот сейчас картинку видно? Да, картинку видно все. Вот, то есть вы сейчас видите первый экран, да, своего сайта? Да, 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 шапка и задковолок. То есть смотрите, вот в этом редактировании вы мышкой вот по экрану вводите и видите вот такие шестеренки везде. Где зеленая, где фиолетовая, да, где синяя. Вот если наводите на какую-то шестеренку, подсвечивается, видите, таким зеленым, это отступы всегда подсвечиваются здесь. То есть вот эта вот часть вот здесь вот подсвечивается, значит тут отступ там 50 или 100 пикселей. Соответственно, наводя мышь на каждую шестеренку, появляется дополнительная опция. То есть корзинка удалить, да, но тут некоторые вам не надо вникать. Вам надо вот этот карандашик в основном, вот этот вот, редактированный. Также помимо шестеренок есть вот эти вот так называемые row или секции, да, они имеют вот такие вот, тоже наводим мышь. То есть она вот тонкой рамочкой помечается, вам сейчас не видно, но на видео вы будете видеть ее. Здесь тоже есть карандашик. Пока вам не надо сейчас, чтобы голову не забивать, я не буду про все рассказывать. Вот пока просто про карандашик. Соответственно, если на карандаш нажимается, у каждого будет открываться ряд своих настроек, да, имеющие несколько вкладок. Здесь все на русском и в принципе многое будет вам сразу понятно. И также можем прокручивать вот тут не все настройки. Вот если мышкой я прокручиваю в этом окне, тут видите, внизу еще есть настройки спрятанные. Соответственно, здесь нету больше, а вот здесь вот тоже есть внизу, видите, я прокручиваю, окно прокручивается. Ну, соответственно, давайте самое простое. Вот возьмем, давайте вот вторую секцию. Это вот где у нас второй блок, да? Где у нас иконки и все дела. Вот у нас фон белый, да, как, например, оттенок поменять, да? Вот все вот эти основные секции, задний фон и так далее, это все фиолетовые шестеренки. Вот здесь с краю они всегда, вот здесь видите. То есть у каждого своя. Верхний блок, вот у него своя фиолетовая. Здесь своя. И тоже карандаш. Захожу просто левой кнопкой мыши, фон. Естественно, нам же фон нужен. Сразу фон вкладка и у нас, в принципе, по дефолту задний, то есть заливка по сути браузера идет. Она у нас белая по умолчанию, да? То есть у нас фон даже не залит белым. Просто идет сзади вот этот фон именно по дефолту браузерный. Чтобы залить оттенком, видите, у вас стоит тип нет. То есть перешли в фон и самый верхний тип нет. Кликайте, здесь выпадающий список. И здесь вы выбираете все, что нужно. Цвет, это значит заливка будет цветом. Градиент, это переход, да, от одного оттенка к другому. То есть можно выбрать. Заливка изображения. То есть это получается, как верхний я вам экран залил, сзади картинкой, да? Соответственно, это у нас как раз таки изображение. И даже видео можно. Видео фон. Ну или нет, сейчас у нас стоит нет. То есть берем цвет. Как только выбираем цвет, вы сразу видите, у нас сразу все затемнилось. Именно вот этот вот. Только этот блок. Только этот блок. Соответственно, вот это окно, если мешает, вот я за шапку, зажимаю левую кнопку мыши, видите, перемещаю по экрану, чтобы посмотреть, что у меня получается. Вот так вот. Вот так вот могу перемещать и крестик закрыть, если не надо. И сразу цвет выбрали. Как только выбрали цвет, сразу ниже появляется выбор цвета. Здесь либо код прописать можно цвета, либо просто по цвету кликнуть, появляется палитра, где можно мышкой водить. Видите, сразу и сзади меняется цвет. Да, 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 я понял. Вот. Здесь вы меня останавливаете, если у вас там идет немножко задержка видеосигнала. Нет, все нормально, вы говорите, я просто стараюсь поменьше, чтобы вы больше говорили. Ну, на этом этапе все понятно? Да, мне все понятно пока. То есть заходим, если нужно поменять фон с правой стороны, шестеренка, фиолетовая, заходим, нажимаем кнопку. Редактировать, да. Заходим, редактировать, да, карандашик, фон, выбираем цвет, выбираем тип, сначала, что нам нужно поменять. Если цвет, то цвет, если там градиент, то градиент, ну, то есть вот эти все эти моменты. И дальше уже либо кодом меняем, либо там на цветовом круге все меняем. Да, я не буду вам сейчас по всем моментам, да, а то будет видео очень большое. Я вам по самым важным. Вот цвет секции знаете, как менять? Соответственно, изображение, если выбираете, то надо вот здесь вот появляется, видите, выбор. Надо кликнуть сюда, выбор. И сюда, то есть в саму джуму, надо загрузить сначала картинку с компьютера. То есть здесь уже загружены, вы видите. Загрузить надо вот отсюда, вот иконочка, загрузить. Еще одно окно всплывает, уже с компьютера выбрать изображение. Выбираете вот изображение и открыть. И оно загрузится к вам сюда. Когда оно сюда загрузится, оно появится вот здесь в списке. И вот здесь галочка надо выбрать и нажать вот на этот плюс красный. Тогда изображение зальется. Как только оно зальется, здесь будут настройки изображения. Давайте я на первом экране вам покажу. Вот здесь вот видно, что изображение. Вот оно здесь уже выбрано. Здесь, ну здесь опять же, сейчас не буду по всем здесь много объяснять. Да, тут вот скролл, это, то есть прокручиваемый фон или фиксит, это фиксированный фон. То есть когда страница вниз прокручивается, типа прокручивается фон вместе или зафиксированным быть. Также размером тут обычно вот авто, здесь есть ковр, но это вместить изображение. Но это надо видеть, так вам по названию будет непонятно, это надо смотреть. И контейн тоже, тоже одна разновидность. Ну вот, если возьму, она меньше становится, по идее. Когда вы что-то сделали и решили применить настройки, то есть вам это нравится, нажимая вот в левый верхний угол всегда кнопка сохранить, вот здесь внизу одна. Не внизу, а наверху. Вот, если вы не сохранились еще, то у вас будет действовать кнопка отмены. То есть отмена последнего шага. Вот что-то не так сделали, переделывать, например, или лень, или долго, нажимаете вот здесь вот назад, отмена кнопка. Также кнопка есть вернуть назад. Но если вы сохранились, вот эти назад, они вперед уже не будут действовать. Так, ну какие моменты? По тексту. У меня такой вопрос, вот сейчас, я извиняюсь, перебью вас. Вот, смотри, ну вот вы, если опуститься вот на этот, ну где у нас вот иконки стоят сейчас с вами. Вот у нас сейчас там получается три в ряд вот эти иконки, да? Вот, как бы стоят, да? Это вот сколько секций? Вот, если мне надо вот в ряд поставить пять иконок там, или там, или наоборот две оставить. Это вот как-то есть, можно это как-то изменить? Ну да. Шестеренку, вот здесь вот есть вот такая вот иконочка изменить столбцы. Если выбираем, то здесь появляется выбор. Вот три, четыре. И, как бы, вроде все, казалось бы, да? То есть, либо одну, либо две, на три. Если надо еще одну, то вот легко вам добавить. Но если надо больше, то вот здесь вот есть генератор столбцов. Здесь какой принцип, надо понять его. Здесь 12-й колончатая верстка. Вот, то есть, основа Гритбокса на 12-й колончатой верстке. Здесь надо сложить, то есть, поставить цифры на клавиатуру, прямо вот в это поле прописать с плюсом. Такие числа сложить, чтобы получилось ровно 12. Не меньше, не больше. Если я, пример вам приведу, напишу здесь 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Итак, 12, тогда будет 12 колонок. Соответственно, они будут такие, ну, как бы, узкие, потому что им места же мало будет здесь, по идее. Понялись принцип? Если вы напишите 1, плюс 1, и смотрите. Пока вы здесь неправильно цифры будете ставить, то есть, вы не добрали 12, например, получился 11, или перебрали, то у вас не загорится вот эта кнопка «Сохранить». Как только вы правильно здесь вписали равное количество, то есть, вы должны получить столько колонок, но при этом какие-то из них будут меньшего размера, а другие большего, если какой-то нестандартный, да? То есть, вот обычно 5 столбцов, 5 колонок, это как-то вот, ну, нестандартно. Обычно либо 3, либо 6 делают. А 5, ну и 4, вот, легко сделать, да? Просто вот сюда кликнуть, 4, и будет появиться здесь сбоку еще одна колонка. Вот. И, соответственно, они могут быть даже разного размера. Например, вы можете написать там 2, плюс 3, плюс 5, плюс там 4, но в итоге, чтобы 12 получилось у вас. Так вот, тогда у вас так, да, 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 вот такая движуха здесь. И нажимаем на «Сохранить». Вот здесь вот, видите, где сейчас у меня знак «Стоп», здесь кнопка, она подсветится зеленым, когда вы… Вы, я даже вам сейчас наглядно покажу. Вот, сейчас я покажу вам. 1, плюс, так, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Так. Вот видите, сейчас загорелась зеленая кнопка? Да, вижу. Вот сейчас у меня 12 получилось от единичек. Получается, значит, 12 таких узеньких колоночек будет. Нажимаем «Сохранить», и они появятся здесь. И уже с ними можно работать. То есть в каждую единичку, в каждую колонку можно засунуть и иконку, и текст, и галерею, все что угодно. Сейчас до этого дойдем. Смотрите, какой момент здесь. Если вы вдруг, такое бывает, что вам, вот этого каркаса у вас, по сути, ограничено. Видите, вот этой с синей шестеренкой, именно вот эта ширина, ширина. Вот три иконки, три заголовка, три текста, они, видите, как будто они в таком. И у нас здесь пробелы еще остаются. Здесь есть такой момент, что вот если по карандашу я кликну с синей шестеренки, здесь есть такой момент по ширине экрана. Вот видите, галочку я ставлю. И тут же у нас получается, вот эта вся шестеренка раздвигается во всю ширину нашего каркаса. Тем самым она дает больше места для каждой колонки, где у вас своя иконка, свой заголовок, свой текст. И причем это действует только на этом блоке. То есть это не действует ни на верхний экран, ни на нижний тут экран. Это вы сделали только для второго экрана. И только для блока. Также есть по высоте. По высоте экрана здесь, если кликнем, ну это тоже расширяется, делает... То есть какой-то дефолтный здесь сразу вот эта высота больше сделается. Но по умолчанию у вас вот так вот выключено все. Вот, соответственно, дальше. По тексту, да, теперь пойдем. Вот один вопрос хотел задать. Вот смотрите, допустим, я вот что-то сделал, а потом мне надо, ну вот, захотел что-то переделать. Удалить-то как мне отсюда вот это вот? Допустим, вот мы сейчас там сделали что-то, внесли сюда несколько колонок там, ну дополнительно там сюда, я не знаю, ну я условно так говорю. То есть вот мы работали-работали, что-то сделали, нам это не понравилось, и надо это удалить, убрать отсюда. Ну вот, смотрите, вот текст, например, так? Если мы уже это все сохранили с вами там... Да, да. Вот уже над этими стрелочками... Ну, например, например, удалить вот эту иконку, да? На нее прямо мы кликаем, да? Не, мы наводим мышь, видите, у каждого своя шестеренка, у заголовка, видите, зеленая, зеленая. А мы... Все, вот на элемент надо навести мышку. Да, просто наводим мышь. И вот здесь в конце у всех корзины, я даже навожу, видите, там написано сверху удалить. А, вижу, да. Вот я удаляю, у вас всплывает окно подтверждения. Удалить ли вы действительно хотите? Нажимаете удалить. Все, заголовок я удалю. Вот я сейчас назад нажал, видели, назад, и вернул назад. Если что, вот можно вот... Ну это... Да, пока вы не нажали сохранить. Если вы сохранили и удалили, то все удалили, придется заново делать. Ага. А если я просто нужно отредактировать, надо нажимать на карандаш. Вот, нажимаем на карандаш. Скажем, заголовок у вас, он вот здесь вот, вот он меняется на любой. Причем здесь есть разные понятия. Вот в заголовке у вас один плагин используется. Он как бы своеобразный, где выбирается уровень заголовка. Это вот из разряда SEO, да? Здесь менять не надо. Вот я H2 вам поставил. Вот H2. Так должно быть. А вот именно вот такие текстовые области здесь проще. Здесь вот такая-то конечка есть, расширяет. Здесь такая вот есть область. Здесь можно писать прям свободно. Целый абзац. Как редактор получил. Ну да, вот здесь вот источник, это типа HTML. То есть, если надо зайти поправить тут или вставить текст, если вы откуда-то скопировали, чтобы почистить сторонние теги. Скажем, вы мне прислали doc-файл с ТЗ. Я, ну чтобы руками не переписывать, да, я копирую ваши заготовленные текстовые строчки. И я вставляю их просто вот так вот. Захожу в источник и прям так вставляю и отжимаю источник. То есть, таким образом, когда я через HTML вставляю ваш текст, ваши вот эти вот левые теги, которые с doc-документа, они чистятся автоматически. А если мы этот текст ставим напрямую вот так, они сюда левые встанут. Вы даже не будете знать об этом, у вас там дизайн поплывет вообще потом. Ну, будет каша на сайте. То есть, для того, чтобы все четко стояло, нужно текст, если мне нужно вставить, мне нужно использовать вот именно, как вы назвали, мне просто не видно. Источник, источник. Источники, то есть нажал на кнопку источники, вставил, Ctrl-C, Ctrl-V сюда вставил, потом просто кнопку на мышь нажал, отжал ее и все, да? Ну, еще раз, нет, еще раз на источник нажали и закрыли вот это окно, если вы с текстом закончили. Нет, ну, чтобы почистить, то есть вот я, сначала надо отжать его, правильно? Нет, сначала мы нажимаем, мы видим вот теги здесь, тег P, значит, мы зашли в HTML, все. Текст вот мне когда вставлять сюда, вот сейчас вот, когда при отжатом этой кнопке, или просто поставил, потом уже можно... Вы сюда, когда первый раз дошли, первый раз дошли. Смотрите, что, если вам это сложно, смотрите, как вы делаете. Вы открываете блокнот, вот обычный, он тоже чистит теги. Вот на Windows, на вашем компьютере, видите, я открыл. Да, да, я знаю, да. Вы сюда, если вы скопировали текст откуда-то, вы его прям вставили в блокнот сначала. Блокнот он автоматически... Отсюда? Да, а потом уже копируете и можете свободно вставлять вот здесь вот, свободно уже. Не переходя ни в какой источник. Или вы пишите текст сразу напрямую, прям вот здесь, от руки, то есть прям в редактор. Я знаю, я... Тогда не будет тоже никаких заморозок. Я просто, может, спросил такой вопрос, как бы мне хочется разбираться, ну, если уж началось, как бы вопрос встал, чтобы я прям до самого дна, что называется, дошел. Да, вот разница между... Ну, просто здесь вот видите, нет редактора. Здесь есть такой плагин, он заголовок называется. Здесь нет редактора, здесь просто заголовок пишется и все. Заголовок, вот как вы сейчас выделили там синим, просто туда вот его вставляешь и все. Да, да, здесь просто вставляешь, тут редактора нет, здесь ничего нету, здесь этот... Он удобный просто здесь, потому что здесь есть анимация интересная, вот здесь вот она, которую я вам делал, напечатать текст, который вот здесь у вас работает. Она вот здесь вот выбирается ниже эффекты, эффект type называется, вот он, который эффект напечатан. Вот, а для такого текста, для обычной, здесь, к сожалению, они не сделали пока. То есть здесь нельзя для обычного текста применить такого рода анимацию. Ясно. Скажите, это... Вот еще вопрос, вот если к заголовкам к этим вернуться. Вот текст там прям можно просто... Вот не надо его там форматировать, вот этой вот болезни там нет, которые вот... Вот эти лишние теги там туда... Просто там надо, если копировать и вставлять туда. Куда именно, в заголовки? Вот в заголовок, когда делаем. Вот сюда, да? Вот здесь в редакторе там... Да, ну в любой заголовок, вот это, да, вот заголовок. То есть его не надо вот форматировать, как вот... Я вам сейчас точно... Я вам сейчас не могу сказать... Прекопирование, представление. Я не могу вам сейчас точно сказать, но, по-моему, здесь чистится автоматически вот эти левые теги. Вот здесь вот, по-моему, автоматически чистится. но здесь можете попробовать но вы можете попробовать ставить смотрите он если он будет корявый он сразу будет отличаться внешне от другого соседнего заголовка который вы от руки написали он прямо отличаться будет сразу там и шрифт другой и цвет другой будет какой-то и размер другой будет сами шрифты вот здесь выставлять как можно здесь обменяться если какие-то предустановленные шрифты уже ставить здесь да здесь система такая можно глобально изначально сразу выставить шрифт шрифт действует на разные моменты на заголовки 1 2 3 и по шестой уровень свои шрифты и также на обычный текст параграф параграф так называем если глобально менять шрифты для всего сайта вот здесь есть такие иконки наверху это у нас вот эта вкладка тема тема основное основное типография типографика базаревый шрифт у вас и вообще по умолчанию стоит здесь робота называется робота шрифт насыщенность сразу стоит размеры шрифта межбуквенный интервал стоит 0 межстрочный интервал также по умолчанию в по левому краю выставлен текст также здесь есть подчеркнутый можно это глобально здесь вот если выбираем вот здесь можно выбрать сразу например настроить шрифты для заголовков первого уровня но первого уровня это на странице заголовок только один раз то есть это верхний вашу и в самом низу вот он параграф вот параграф это весь основной весь текст на сайте весь но если неудобно где-то в каком-то моменте если нужно определенному тексту задать свои какие-то параметры вы заходите в зеленую шестеренку любого текста там где нужно что-то изменить заходите в карандаш заходите здесь дизайн и вот он тоже параграф уже выбрана и здесь вот наследовать шрифт наследовать а значит наследовать с глобальных то что в глобальных мы только что вам показал если не надо наследовать вы отсюда выбираете шрифт либо вот здесь такая иконка есть кликайте всплывает окно здесь уже предустановлено куча шрифтов здесь можно добавить google фонс выбрать с гугла целый ряд шрифтов или вот по этой иконке загрузить свой собственный шрифт прямо в сайт то есть скачать скачать шрифт каком с левого сайта которого нравится шрифт загрузить его прямо сюда и использовать на своем сайте вот и соответственно также здесь витя размер текста межбуквенный интервал то есть индивидуальные настройки шрифтов у каждого текста в отдельности имеется то есть межсрочный интервал можно вот это уже вот она вот она да и цвет текста вот меняется и размер шрифта межбуквенный межстрочный выравнивание текста подчеркнутый все заглавные на курсивом вот это основные все есть отлично а вот где это меняется все вот эти отступы там и так далее вот между блоками там и так далее если вот они автоматически там выставляется уже нужно между буквами это между буквами интервал они автоматически они по умолчанию но вот смотрите они по умолчанию видите вот когда вы наводите на любую иконку видите подсвечиваются такими зелеными такими прямоугольниками видите сверху и снизу вот смотрите я нова вития мыши вот эти вот эти две полоски они подсвечивают что сверху снизу оступ по 25 пикселей если вы зайдете в шестеренку этого заголовка зайдете в макет вот здесь увидите их вот написано сверху снизу по 25 надо поменять если что то можно а если по 0 сделать очень удобно на крестик нажимаете вот этот и все по нулям сразу сбрасывается сверху снизу если поменять надо просто в эту графу прописывайте на клавиатуре число например 50 тогда сверху будет отступ 50 настройки отступа текста вот заходим в карандаш и вот третья вкладка макет это у каждого элемент есть у каждого даже вот у основной секции у фиолетовой шестеренки если зайдем здесь есть тоже макет здесь кстати больше отступов вот это а сверху снизу это внешне вот у между вот у вас вот смотрите вот внутренний отступ это называется у вас по умолчанию когда вы секцию но вы добавляете у вас там по 100 пикселей автоматически стоит сверху и снизу еще можно добавить и справа и слева но тут стоит по нулям но можно добавить на вот и у каждой секции своя вот смотрите у каждого экрана вот своя у второй вот у нас края и вот здесь и ниже и здесь тоже все понятно потом если вопрос нет я покажу как добавить новую секцию вот смотрите внизу по центру как бы не прокручивали вот она всегда внизу красная такая большая плюс кнопка видите круглая она добавляет секцию абсолютно новую на сайт новый блок новый экран если надо например делать вам вы нажимаете и опять выбираете вот эти колонки то есть я всегда когда делаю я сначала выбираю одну колонку вот одна видите добавляется вот здесь вот перед подвалом целый такая белая секция у нее своя сразу появляется фиолетовая шестеренка где вы сразу и отступы и цвет заливка да или чё хотите и как сюда что добавить вот здесь сразу тоже по умолчанию синие 100 смотрите здесь к ситуации вы видите когда вы добавили секцию вот чистую да у вас сразу предустановлено значит вот это фиолетовое и синие у синие все то же самое да и как что что вы добавляете вот как добавить на текст да вот как добавить на фотографию и лишь что то еще как добавить здесь вот вы сейчас не увидите наверное вот вот в самой этой секции вот в синенькой по центру всегда будет такая маленькая иконочка если у нее добавить если на нее навести мышь может быть вы еще видите там добавить новый плагин и вот кликайте вот для вас основа окно появилось вы такого еще не видели здесь можно прокрутить вниз их вот немного но есть раньше был еще меньше сейчас более менее побольше стал плагинов и соответственно конечно начальту все на русском надо будет вникнуть тому что вначале вы не знаете где что находится например заголовок вот эта иконка 2 сверху да это если заголовок надо h2 там h1 если просто текст вот она ниже вот здесь вот она текстом написано под ней текст если надо закинуть фотографию просто фото 1 вот просто изображение кликаем по ней слой так но здесь либо как загрузить сюда изображение уже показывал то же самое здесь если выбрать изображение уже вы загружали ранее выбирайте плюс все вот изображение появилось вот она вы видите его сразу появляется на окно окно настройка этого изображения например больше сделать вот видите я увеличил она прям здорово и стал заползунок просто тяну мышью и вот она увеличивается уменьшается вот так настраивается не тут а вот в ниже вот ниже вот ниже видите вот он не мелко здесь ниже есть да вот смотрите да смотреть вы создали одну секцию так а потом подумали блин мне рядом с картинкой нужно что-то еще вы наводите мышь наш на синюю шестеренку и вот эта иконочка здесь изменить столбцы выбираете нажимаете на 5 2 надо ставить 2 и вот появляется видите это смещается влево и появляется здесь еще одна колонка вот она подсвечивается рамочкой здесь вы выбираете да выбирайте текст например вот его не видно сейчас потому что текст белый потому что у меня в настройках до быстро я сейчас вывод сделаю черным его будет видно вот он вот этот текст вот он появился то есть дефолтный по-английски здесь что-то написано вы просто важно да вы его удаляете ставите свой текст и все и вот чтобы между этими колонками они тоже как-то можно их регулировать да здесь есть такая здесь есть такая вещь вот если вы наводите мышь на опять на синюю заходите в карандаш здесь есть такой момент отступу между колонками это в макете на вкладке макет галочку снимаем и тогда отступ полностью убирается но мы видим что текст не прижимается до конца и картинка тоже почему потому что картинка по центру если мы ее в край ставим то мы видим наблюдаем что текст примыкает картинки абсолютно здесь тонкая настройка но давайте покажу как создать новую страницу вообще целиком например демо страницу где вы будете пробовать тестировать разные там плагины сейчас вам покажу смотреть как страница создается вот в админке мы находимся да сначала создадим меню это конечно можно сделать из админки прямо вот отсюда страница но я покажу вам самый так сказать способ ну первый так скажем как был всегда у вас здесь меню есть в джумле наверху видно да так это сейчас секунду я перебью вас по чтобы не был поэт это вот мы уже за как бы зашли в панель управления потом зашли вот компоненты grid box и вот вот у нас это открылся окошко правильно я понимаю ну вот вот админ вот меню переходите вот эта вкладка это открыто эта страница этого на вас просто открыто в режиме редактирования главная страница вы когда все это редактировали нажали сохранить вы просто закрываете и все когда захотите вернуться опять туда редактировать опять компоненты grid box и главная страница да да можно из grid box создать или вот первый вариант самый самый такой но обычный базовый меню потом но у вас меню называется футер то есть которая именно переходит со страницы на страницу на внутреннюю я вам сделал футер меню майн меню это в меню вас на главный который прокручивает переходите футер меню у вас вот они здесь созданы страницы которых галерея контакты цены благодарность вот чтобы эту страницу у вас не видно только единственно просьба не ставьте на рабочий сайт никакие плагины дополнительные никакие модули для теста там еще чего то иначе у вас потом сайт тяжелый будет то есть сам grid box можно тестировать но ничего дополнительно не ставьте лучше создайте на тестовом домене другой сайт на на джуму и там тестируйте а страницу вот и вот так вот видите вот напротив страница благодарность ведь такая пометка есть вы начали видеть написано скрытое это значит я скрыл ее на сайте нет ну потому что ее не выводим и зачем выводить она у нас всплывает только когда по форме правильно переходит человек соответственно вы страницу тоже скроете вот именно до фонжем но вы нажимаете создать да кстати я немножко поторопился перед тем как в меню идти вы сначала должны в первую очередь создать страницу в grid box то есть тут идет привязка надо сначала сделать grid box потом здесь создать ее и привязать ее то есть это grid box 1 это на grid box вы нажимаете вот здесь такая иконка ведь в углу в нижнем углу вот красная нажимаете вот всплывает окно здесь страницу нажима называем я вам создали сейчас самую посмотрите демо шаблон вот здесь вот я выберу политика то есть у вас два шаблона grid box по умолчанию обычный политика я просто назвал это политика конфиденциальности то есть я делал отдельный шаблон для нее потому что у нас она отличается от главной у нас на главной есть меню прокрутки а на других страницах прокрутки нет и чтобы это работало на сайте в grid box нужно создавать шаблоны поэтому вас политика есть то есть я выбираю политика и нажимают далее подгружается страница вот она пустая сейчас но у нас уже шапка стоит и подвал стоит она создана можно нажать сохранить вот здесь в углу в левом да и перейти сразу сюда то есть меню футер меню все мы создали здесь страницу именно в grid box переходим сюда нажимаем создать пишем название меню демо здесь тип пункта меню выбрать выбираем grid box дальше страницы за подачу списка страница обновляется появляется вот здесь приложение выбираем приложение выбираем страница и последний шаг страницы еще одна кнопка выбора выбрать здесь все страницы наши ранее созданный мной в самом низу демо который только что создал grid box то сейчас это привязка то есть я сейчас привязываю пункт меню джумала вот этому демо страницы grid box выбираю здесь сохранить закрыть а до сохранили закрыли но не скрыли заходим еще раз в демо переходим параметры ссылки вот вкладка 2 его 10 показать меню там нет сохранить закрыть а просто вот в самом низу а нам только для вот как бы для вас вот смотрите дальше что вы делаете дальше чего делаете переходите в grid box видите вот здесь демо да внизу списке нажимаем и здесь на этой странице уже можете пробовать то есть сразу вот у вас стоит пред установлена синяя шестеренка сразу по центру иконка кликайте добавляйте там карусели там пробуйте тестируйте слайдеры вкладки там видео настройки ну тут все чё все что много чего есть там не знаю все что хотите и чтобы потом на сайте как это посмотреть только вам чтобы вы это видели если пункт минимум мы не выявили а как же вам самому то перейти прямо на фронтальную часть вам нужно просто в адресной строке подписать альяс правильный вашей демо страницы как вам его посмотреть вы просто возвратитесь в меню футер меню и просто прям вот здесь вот где демо вот здесь вот написано по-русски альяс а вот здесь вот по-английски автоматически сформированное слово демо она сформировался от моего названия русского демо вы его может прям скопировать вот прям отсюда пойти на сайт на фронтальную часть сайта там на главную который видит все пользователи после адреса вашего сайта поставьте слэш и вставьте этот демо и нажмите enter и вы перейдете на страницу внутреннюю на вашу демо которому сейчас только создали ее никто не видит то есть на нее не смогут перейти никто то есть вы получается на одной вкладке вот здесь в режиме редактирования чет тестируете нажимаете сохранить потом переходите на вторую вкладку фронтальную часть сайта обновляйте страницу то есть чистите куки да как я вам показывал и смотрите изменения уже на сайте таким образом вы можете видеть что и на сайте происходит есть есть еще одна важная тема если вопрос если вопросов нет есть еще одна важная тема а это как настроить мобильные макеты я покажу лучше на примере готовой странице чтобы вам лучше было видно перейдем ну на главное например а я пришел на галерею это я вообще сейчас нахожусь в меню нам надо перейти grid box переходим редактирование страницы главное так все на самом деле достаточно просто и легко найти вот здесь прямо по центру наверху видите написано монитор здесь стрелочка это макеты у нас предустановлены первый монитор это компьютер да потом идет планшет ландшафт то есть это перевернуты когда он тут даже по иконкам вам будет видно то есть в развороте планшета в ландшафтном до размещении потом планшет портрет то есть получается ориентации разные до телефон ландшафт и телефон портрет соответственно надо менять настройки сверху вниз а не иначе то есть сначала вы делаете всю страницу в мониторе как только на вся будет готова переходите сначала планшет ландшафт вы прямо здесь видите что у вас уменьшается весь каркас в это видите но он у вас так здесь сразу не будет красиво выглядеть вам надо будет все на этой версии планшет ландшафт менять в настройках заходить во все шестереночки где-то отступы убавить где-то прибавить где-то размер шрифта убавить чтобы например текст не делился на вторую строчку некрасиво бывает одно слово вот этот дней например перелетит на вторую строчку потому что не умещается значит для этого устройства нужно размер текста убавить понятно да и соответственно получается когда вы находитесь на планшет ландшафт все настройки кроме перемещения то есть если вы текст захотите вот так вот за эту шестеренку можете зацепить левой кнопкой мыши удерживая и перемещается так между объектами видите отпустить мышь и текст у нас появился внизу видите и это можно двигать все что угодно здесь просто помните если вы будете так двигать любой объект он поменяется и на компьютерной версии тоже здесь так нельзя делать здесь можно только уменьшать размер менять цвет отступы всякие расстояния что-то там вот это будет работать на каждом устройстве то есть на планшете свое на компьютере свое соответственно дальше вниз вы пошли здесь опять экран стал еще меньше значит здесь надо еще подстраиваться понимаете здесь надо будет здесь есть такой важный момент очень важный в плане настройки перебью вас прям на секунду вот смотрите вот и сейчас и вот на телефоне я заметил у нас вот вот сейчас открыт вот эту иконки вот наши стоят в ряд видите вот они немножко как бы но не по вертикальной линии немножко вот это вот как вот это все можно поправлять ну вот эта иконка на сама по себе толще видите вот это выравнивается ну на самом деле вот здесь вам будет начали вот это начали вам будет тяжело вот тяжело вначале понять потому что смотрите здесь у каждого вот у каждой иконки здесь здесь своя секция вот она вот раз два три это нужно это нужно зайти в каждую иконку найти здесь дизайн и вот например она у вас все полем края если я двигу ведь она вас подвинул в край и они выровнены все в принципе там ровно то есть они все эти иконки по левому краю у этих вот строчек текста у них тоже свои заморочки то есть здесь получается если перейти в дизайн здесь выровнены вот по левому чтоб я это сделал чтобы вот расстояние между иконки текстом было маленькое если я подвину по центру видите текст отступает и уже текст не посередине получается как бы все общие картины а вот так он более-менее здесь посередине здесь получается иконка возможно может быть заменить стоит иконку на она широкая сама по себе то есть получается как иконку менять вот шестеренка иконки я так полагаю что да вот вот иконки вот можно их растянуть и здесь есть даже ряд иконок вот ряд вниз прокручиваете здесь ищите до выбирать просто мышкой кликайте выбирается любая иконка вот заходим в шестеренку вот у каждой иконки она витя вот с краю потому что она по лему краю выстроена вот зеленый карандаш вот иконка сразу вот просто кликаю появляется список икон причем можно загрузить причем можно загрузить даже свою компьютера перейти вот сюда на показать иконки на четвертый вариант и нажать сюда загрузить иконки здесь есть здесь есть смотрите момент какой важный момент важный момент по настройке именно он касается вот вот этих вот секции roll то есть наводим мыши видим внизу вот это вот настройки чтобы у вас видеть вот если сейчас мы сравним вот здесь у нас три строчки текстов шапки они у нас в одну линейку здесь у нас они идут ровненько в три штучки вот чтобы так оно было здесь придется такой делать момент зайти сюда в каждую текст зайти в макет и вот здесь есть очень важный параметр его раньше не было гритбокс и как только он появился он решил кучу проблем просто по настройке мобильного макета и это прям вот прям шедевральная настройка так скажем это вот ширина колонки вот она как раз я вам говорил про 12 колончатую верстку видите всего максим 12 что получается вы когда двигаете за этот ползунок обратите внимание двигается текст вот он сдвинулся влево верхний если я двигаю еще еще но это не текст двигается вы сокращаете размер колонки это видно если наводим мышь вот сюда на опять на карандаш он подсвечивается тонкой пунктирной сильные синие рамочкой и получается у вас вначале а так не будет выстроена здесь все это выстрел я да я просто каждому строчки текста назначил 12 колончатую верстку и тогда они занимают всю ширину каркаса и выстраиваются друг за другом то есть получается в этой версии или вот в этой версии планшет ландшафт здесь если посмотрим на макет здесь четыре стоит вести ширина колки 4 и везде ровно то есть и здесь 4 но почти везде ровно где там зависимости строчка же текста может быть длиннее и от этого она может неровно казаться приходится тогда играть то есть какая-то колонка больше другая меньше такая ситуация здесь придется немножко вам опыта поднабраться позаморочиться потому что сначала да вначале будет тяжеловато соответственно самое сложное самое сложное это телефон портрет потому что здесь смотрите узкая просто узкая а такая ситуация здесь как бы ничего не сделать где текст переносится на вторую строчку как бы да здесь остается вариант такой либо здесь иконки отключаем и либо убавляем размер текста кстати это тоже возможно если вы хотите на какой-то из версии что-то скрыть то в каждой же зеленой шестеренки в настройках здесь есть магия прямо на вкладке основные ведь не отображать и стоят чекбоксы монитор планшет телефон если ставим галочку вот тут же иконка скрылась ее нет и она скрылась на всех макетах телефонах и здесь и здесь соответственно чтобы вернуть ее увидеть иконку вы ее не видите как ее вернуть то теперь если захотели вот здесь слева есть такая иконка не показывает скрытые элементы если мы ее выбираем кликаем по ней то здесь она будет едва подсвечиваться и мы ее видим вот здесь надо перейти в шестеренку так а я уже не сюда зашел да то есть надо зайти в зеленую шестеренку здесь бывает бывает такое что вот не попадаешь вот попала сейчас снимаем галочку ее видно опять но потом не забудьте вот здесь вот отжать глазик вот этот вот об отжали все потому что у вас тут некоторый элемент уже скрытся с вами как-то сдвинулась сюда вот как бы получается внутрь не она она так и просто разного размера так получается эти иконки но я насколько помню они все выровнены то есть все прижаты к левому краю здесь да это если хотите я вам тут еще по поколдую немножко подправлю или или я предлагаю здесь иконки скрыта просто для себя просто вы это я им бы это прошу мне понимать не подумать в свою сторону ничего мне просто как бы самому вот ну вот смотри смотрите какая ситуация вы не равняйтесь сто процентов вот на отображение как здесь выглядит это из опыта вы когда здесь более-менее все настроить и вам надо прям через телефон перейти на сайт посмотреть потому что бывает что на телефоне лучше выглядит чем здесь ну вот телефон не тоже такой вот у нас я обратил внимание ладно я помню с этим мне пока понятно и вот я по мне один вопрос вертится на языке вот сейчас обратно вернитесь вот перескать это в это телефонный в этот да сейчас в какой телефон портрет вот у нас номер телефона здесь вот можно его увеличится эти цифры шрифт вот это вот но более заметным сделать тоже в редактировании в этом да 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 вот зеленый нет нет это будет это будет увеличено только на телефоне портрете вот это здесь вот размер на вкладке дизайн увеличить увеличить текстом или уменьшить это вот все вот можно в зеленых вот этих вот ну вот они помечен до зеленым вы должны зайти в телефон вот она зеленый то есть наводит наводите просто мышь сразу взлетает вот эти все опции да и дизайн размер давайте я вам покажу кстати давайте я покажу как с главный например вам ссылки проставить с мини слайда на галерею да вот секундочку посмотрите у нас вот вот здесь вот оставить у нас вот мы хотели с вами чтобы отсюда у нас ссылка шла на галерею да да вот подробно у нас она что-то пока не работает здесь она она только с вот с этого слайда вот с первого идет а с первого слайда идет все я понял потому что я повесил только здесь а смысл у нас адрес поменяется и и надо заново будет прописывать ссылки здесь ну то есть нам здесь ничего не на только оставим так как есть то есть 1 1 1 1 пойдет нет они не с каждой с каждой картинки у вас есть переход на одну страницу на галерею с каждой да 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 я слушаю я хочу показать вам как со слайда вот вешать эту ссылку вот заходим в шестеренку тоже видите у нее у этого слайда да вот здесь вы основные настройки вот здесь все ваши картинки а здесь внизу плюс то есть можно добавить еще сюда в этот слайд еще фотографии по нажатию да по плюсу а вот у существующих наводите мыши сразу видите слева у каждой картинки напротив карандаш есть заходите в карандаш и для каждого слайда нужно будет прописывать ссылку то есть это внизу прокручиваем и вот она ссылка прям написано то есть кнопку вас подробнее текст на кнопке меняется здесь то есть для каждого слайда на кнопке текст может быть разный и вот она ссылка стоит сейчас видите как получается здесь как кстати можно сделать чтобы ссылку не менять здесь вот есть прикрепить ссылку или прикрепить файл то есть по факту даже можно на скачивание сделать файл прям со слайда чтоб скачать можно было но больше я не знаю как это для чего это будет нужно прикрепить файл скорее все так и есть а вот вот эта скрепочка и раньше тоже не было это полезно это же вещь если мы нажмем прикрепить то у нас влазит меню меню и меню grid box да мы выбираем так что посмотрю значит раскрываем а то есть раскрыл список меню grid box страницы и у нас галерея выбираю галерея как только я и выделил мышкой появляется кнопка сохранить нажимаю сохранить по идее по идее вот эта ссылка она теперь не придется менять то есть даже если мы переедем на ваш сайт у вас все равно здесь будет уже правильная ссылка стоять по идее нажимаем нажимаем галочку это мы для для синего делали да давайте попробуем для 2 чтобы посмотреть работает ли это здесь видите так вот ссылка вот она пустая видите поле пустое для второго изображения нажимая скрепка нажимаю grid box страницы и галереи но ничего сложного да то пройти везде проставить галочка так и дальше сейчас я посмотрю я же закрывал страницу смотрю никакие а то сейчас вам показываю левые изменения тут сделал сохранюсь а потом это менять вроде ничего не трогал я тут давай на всякий случай я закрою чтоб сохранение не применились еще раз перейду в главное чтобы я точно знал что я там а то я же вам показывал как то двигать как то двигать сейчас сохранится не то еще раз зайду сюда сразу во вторую картинку и сразу вниз скрепка grid box страница галерея галерея сохранить галочка и сохранить сейчас внизу вот всплывает окно здесь сохранение успешно завершено значит сохранилась идем на главную смотрим вот сейчас на инкуке надо будет чистить второй слайд подробнее нет переходит до видите пришло ну вот так вот проставите и тогда как бы проблем нибудь ну смысле перенесем сад не перенесем вот теперь самой галереи а я же закрыл я же закрыл страницу закрыл и заново открыл галереи 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 вот смотрите галереи галереи так это мы зашли в grid box и тогда раскрылся список этих страниц и мы зашли в галереи да вот она открывается от режима редактирования тут смотрите какая ситуация я вам сейчас открыл страницу именно как макет делать страница именно ну вот саму grid box то есть по сути вот настроек галереи тут и нету потому что галерея она выбрана здесь на самом деле галереи и сама галерея и там добавление текста для картинок ссылок это настраивается не здесь то есть здесь мы только настраиваем остальные элементы страницы grid box вот эти вот а сама галереи то она у нас находится компоненты галерея вот здесь видите заходим сюда здесь может быть несколько видео он выглядит даже как как будто это менюшки grid box вы должны запутаетесь подумайте что это grid box то есть у вас галерея 1 их может быть тоже несколько как и страниц вы заходите в галерею и вот здесь вот все происходит у вас все лежит в папке фото сначала кликайте по фото вот они все подгружаются ваши фотографии важный момент вам надо для каждой фото прописать вот эти данные alt вы знаете что это такое потому что вы мне присылали я вам покажу где находится сразу чтобы вы знали где это так сейчас я посмотрю для какой я делал а вот то есть вы кликайте по одной фотке вот по одной выделяйте и так и вот здесь она справа все происходит заголовок вы здесь прописываете это тот который всплывает на ней ссылка вот это она автоматически вас генерируется краткое описание также на миниатюре если надо еще краткое описание здесь тоже можно повесить вот в это поле альтернативный текст вот этот шкаф купе это есть alt ну и принципе все тут как бы основное но вот описание то есть смотрите сейчас я зайду в галерею так стоп вниз зайду в галерею скажем вот здесь вот этот текст я сейчас хотел спросить у вас вот заголовок это то что у нас появляется вот здесь вот да на самом на самой картинке вот да вот вот сейчас там зеркальный что-то это вот на самом верху где мы заполняли да это вот это вот это да вот вот это вот почему она сдвинутым и можно это вот этим текстом управлять так чтобы она там был посередине там или еще сейчас дойдем до этого сейчас дойдем подождите смотрите дальше управление с фотографией вот здесь вот есть карандаш и вот здесь уже делается пишется описание описание которое у вас вот здесь вот здесь внизу там будет да 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 это это полное описание это полное описание и вот вы должны зайти в каждую фотку весь тут пули пустые пустые поля и прописать вот эти необходимые потом зайти в другую но не забудьте после всего этого нажать вот здесь на зеленую кнопку сохранить теперь как двигать вот эти вот вещи там типа вот это вот вообще размер управлять цвет и так далее все находится у вас вот здесь в углу вот кнопка одна единая настройки заходите и здесь вот ряд и к но все на русском читаете смотрите эскизы здесь еще вкладки есть настройками эффекты меня там размер цвет все здесь меняется для галереи все здесь абсолютно здесь он целый ряд вот еще еще на их так принципе не немного это кажется что в начале их много что-то у вас отключено у вас не все работает если например у вас были уникальные изображения то есть который вы сфотографировали то здесь можно было бы водяной знак повесить на них вот они настройки галереи потом как галерею на сайта вынести да вот вы ее сделали как я вынес ее на сайт тоже я думаю важный будет вы например создали давайте отсюда я сразу сохраняться не буду я удалю ее отсюда вот нет галереи да здесь так вы по плюсу самый низ и вот здесь вот есть от был бы галереи выбираете и здесь вот она единственная ваша галерея кликайте мышкой она у вас появляется и вы ее перемещается за зеленую шестереночку вот выше она у нас была вот здесь по-моему да вот так все и теперь она на странице выглядит и нажимаете сохранить и все она у вас на странице выводит также и формы также и формы с галереи понятно также формы заходите формы то есть компоненты формы понятно да 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 я вижу формы у вас сейчас три формы каждый имеет свои дизайны настройки да то есть зайти внутрь также как и в принципе вот они слева какие-то здесь дополнительные опции тоже если крикнуть по форме тут вот здесь параметры вот цвета все размеры сбоку есть общие настройки там где я повесил текст поздравляю сообщение успешно отправлено его здесь ниже ссылка переадресации то есть куда перед садись она будет поменять когда мы переедем на ваш доме и это для каждой формы надо сделать здесь также есть вкладки различные вот кстати уведомление вот тема сообщения заявка со всплывашки это то что вы увидите в письме вот этот текст меняется здесь видите поле email не заполнено вот здесь будет заполнена email когда создам его на хостинге то есть это куда приходить будет письмо тут еще автоответчик и есть всплывающее окно и оплата то есть настройка типа оплаты прям форму и соответственно кнопка сохранить и соответственно у других форм свои настройки тоже они одинаковые но они разные то есть здесь надо тоже найти зайти будет и поменять в основных вот здесь вот например переадресация соответственно форма ну вот просто вы нажимаете здесь создать вот создать нажимаете вот название формы и создается один например да надо например многострочную область надо левую а вот берете отсюда мышку перетягиваете многострочную область тогда у вас появляется куда вводить можно много текста и сразу вот эти настройки сбоку для нее то есть вот это вот это крайне это общие настройки всей формы а вот это это настройки только вот этой многострочной области надо например email поле но опять же она так вот перетягивается здесь колонки есть вот новая строка можно в две колонки появляется внизу две колонки то есть например мл поле пускай будет в этой колонке а многострочная область в этой колонке вот так об все вот она в двух колонках цвета все меняются здесь все настроили там все нравится нажали сохранить нам на сайте на grid box и выводится так же как галерея аналогично только кнопка там рядом с другом на этот зеленый появляется вот эти формы был бы форме цветов вот она был бы форм да это но это плагин вот был бога и галерея вот был бы форм то есть просто кликайте вот реформа я вам создал вот они все три ведь я выбираю любую и она вот она появилась здесь вот и все но я вам рассказал думаю я думаю что прям базу он дал мне кажется уже с этой базы вам уже проще здесь просто принцип один вот уже здесь да здесь может быть вначале вам будет немножко возможно сложно вот с этими колонками в мобильной версии там редактировать но давайте последний момент добьем уже всплывающее окно которое у вас всплывает на главный когда при уходе сайта потому что его здесь не видно важно об этом рассказать где она настраивается она востока на главный же правильно она же у вас только на главный и она у вас вот здесь вот внизу в углу весь такая серая подложка написано lightbox вот тут тут корзинку удалить lightbox и карандаш если карандаш нажимаем вот она и она настраивается также как в gridbox любые элементы там цвета также форму я сюда вытащил создается она в любую заходите в любой плюс вот плюс либо здесь плюс либо здесь она все равно внизу появится создаете по плюсу это у вас lightbox вот она плагин lightbox да вы выбираете плагин у вас вот я сейчас нажал видите 2 lightbox у меня появилась то есть она появляется внизу нажимаете на карандаш и вот она голая чистая белая форма видите без всего а уже прям в нее кликайте еще плагин можно вставить то есть во всплывающее окно например там чего-нибудь текст например правильно вот текст его не видно что он белый фон также меняется всплывающего окна вот как обычный фон цвет красный вот она всплывашка красная а текст белый нами ведь не надо ее раз по корзинке удалить все удалили прикольно горит бокс отец я смотрю просто я немножко вот знакомился и с этим и шуткур там с атаком и еще вот там другой еще один этот конструктор и у нас тоже модульный вот мне вот это прям очень понравилось круто здесь конечно согласно вот это вот все вот редактирование то есть типографика и здесь вот очень много с размещением там все против так то все понятно вот вы все к мне понятно и объяснили на что называется на пальцах мне мне все понятно вот я новичок но я все понял все что вы к рассказываю как че нужно делать что за что отвечает на какие кнопки за что отвечать какие за фон какие за отступы все это мне все понятно так вот спасибо вам большое не за что